Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики канала «Подцветок». Меня зовут Маслаг Диана Викторовна. Я являюсь сотрудником биологического факультета Белорусского государственного университета. И работая в ней в молекулярной генетике биотехнологии, я вместе с сотрудниками, другими сотрудниками лаборатории занимаюсь разработкой биологических препаратов для земледелия. Защита растений, стимуляция роста растений. Какое-то время назад ко мне обращались с просьбой рассказать об использовании сенной палочки бактериобациллиосоптелеса при разработке препаратов для защиты растений. Это была интересная большая беседа, после которой у зрителей возникли вопросы, для ответов на которых меня сегодня сюда и пригласили. Один из первых таких вопросов возник в связи с тем, что в нашей прошлой беседе я высказала свое мнение о том, что не стоит увеличивать концентрацию препаратов на основе бациллиосоптелес при обработке растений, особенно просроченных препаратов на основе бациллиосоптелеса в избежении каких-то негативных эффектов. Действительно, вопрос был логичный, какие негативные эффекты при использовании сенной палочки могут быть, если это природные бактерии, которые абсолютно безопасны для растений. Дело в том, что мы сейчас говорим не о просто сенной палочке, а о препаратах. Когда производятся препараты, особенно жидкие препараты на основе бактерии бациллиосоптелес, бактериальные клетки выращиваются в жидкой питательной среде, в которой бактерии синтезируют, собственно говоря, вещества, которые обеспечивают их активность. Это антибиотики, ферменты, полисахариды. Количество этих веществ увеличивается к концу производства препарата. За счет вот именно этих веществ, которые содержатся в жидкой форме препарата, действия препаратов на основе сенной палочки, они являются как бы двухкомпонентными. Сначала в момент нанесения рабочего раствора на растения, на патогенов действуют вещества, синтезированные бактериями, то есть и содержащиеся в препарате. За то время, пока действуют уже имеющиеся какие-то антибиотики в препарате, живые клетки заселяют поверхность растений, бактериальные споры начинают прорастать и синтезировать новые антибиотики. То есть происходит заселение растений, собственно говоря, бациллиосоптелес, и вот таким образом как бы усиливается действие препарата на основе сенной палочки. Но если мы говорим о препарате, который долго стоял, возможно, хранился в неправильных каких-то условиях, то вот эти вот вещества, которые содержатся в препарате, они начинают каким-то образом разрушаться, и уже никто не может предсказать, какие именно вещества и в какой форме содержатся в препарате. Особенно, если мы говорим о просроченном препарате, в котором уже произошло разрушение живых клеток бациллиосоптелес, или, во всяком случае, частичное. И поэтому одно дело, если мы обрабатываем растения, уже заболевшие растения, которые находятся тем более высажены в открытый грунт, тогда, возможно, какое-то увеличение концентрации препарата не будет иметь какого-то такого пагубного эффекта, возможно. Если же мы говорим о здоровых молодых растениях, которые еще только начали выращиваться в небольших контейнерах, то я бы не стала увеличивать концентрацию вот именно такого просроченного препарата. Тем более, что конечной целью заселения растения культуры бациллиосоптелес является введение этих клеток в существующий микробиом растений, а вовсе не уничтожение всех микроорганизмов, которые находятся на растении, и замена их бациллиосоптелес. И в данном случае именно такое поэтапное введение бациллиосоптелес, то есть, может быть, несколько последовательных обработок препарата будет более эффективно, чем на высокой концентрации бактерий. Довольно интересный вопрос, который возник после прошлого нашего ролика, это возможно ли оживление препарата на основе сенной палочки при помощи аэрации? Ну, тут можно как бы с двух сторон посмотреть и на вопрос, и на ответ на него. Дело в том, что если у вас препарат, который потерял уже срок годности, и вы хотите каким-то образом при помощи аэрации повысить количество клеток в этом препарате, то ничего из этого не получится. Действительно, для роста и размножения бактерий бациллиосоптелес нужен кислород. Но кроме этого, им нужны еще и питательные вещества, которых в хорошем стабильном препарате не будет. Они все уже будут израсходованы на рост бактериальной культуры. Кроме того, в этом препарате будет очень много вторичных метаболитов, про которые я говорила ранее, которые, собственно говоря, сдерживают рост и деление клеток в препарате. Но, с другой стороны, если вы проведете аэрацию препарата перед применением, это будет очень хорошее начало использования препарата. То есть, если действительно отлить препарат в отдельную бутылку и хорошо его смешать, хорошо его взболтать, дать доступ кислороду перед разведением, и в процессе разведения в несколько этапов его хорошо взболтывать, бактерии, которые находятся в этом стабилизированном состоянии, тем более споры бациллярные, они получат доступ к кислороду, это будет для них сигнал к тому, что надо начинать деление, собственно говоря. И они уже в таком более активированном состоянии попадут на растение. Кроме того, при активном взболтывании препарата просто происходит перераспределение клеток, они более равномерно распределятся по рабочей жидкости, и, соответственно, более равномерно попадут на поверхность растения. То есть, в этом плане аэрация препарата перед использованием – это очень хороший вариант. Еще один такой немножко специфический интересный вопрос, с которым обратились после прошлого ролика ко мне, я его даже зачитаю. Подскажите, пожалуйста, какую концентрацию солей в ЕС выдерживают ваши биопрепараты? Очень нужно. Ну, дело в том, что в своей работе в лаборатории мы не сталкиваемся с электропроводностью растворов. И, соответственно, приборов для измерения ЕС у нас нет. Но, насколько я понимаю, этот вопрос связан с проблемами применения биологического препарата в гидропонике. И поэтому я попробую сориентировать вас по-другому, потому что действительно биологические препараты при гидропонном выращивании растений тоже используются. Дело в том, что все растворы для гидропоники, они каким-то образом ориентированы на раствор кнопа. Содержание солей в растворах кнопа – это от 1,6 до 2 грамм на литр. И, соответственно, показатель ЕС для таких растворов, он где-то около 2 милисименсов на сантиметр. Питательные среды, в которых мы выращиваем бактерии для биологических препаратов. Концентрация солей в них, она соответствует где-то 10 грамм на литр. И, соответственно, это в 5 раз выше, чем в растворе кнопа. И показатель ЕС в них, судя по справочным значениям, соответствует 4,2 милисименсов на сантиметр. Даже чтобы просто поддержать клетки в жизнеспособном состоянии, как это происходит в физиологическом растворе, концентрация солей должна быть 9 грамм на литр. И это около 4 милисименсов на сантиметр. Таким образом, в растворах кнопа бактериальные клетки, в принципе, существуют в неблагоприятных условиях. Но им и не надо существовать, жить в растворах для гидропоники. Дело в том, что когда биологические препараты, насколько я знаю, используют в таких системах, то биологический препарат вводится в общую систему. Току жидкости дает протечь, чтобы препарат распределился и достиг корневой зоны растений. А затем систему отключают на несколько часов. Может быть, на ночь. За это время бактериальные клетки заселяют корневую зону растений. И дальше они уже существуют, питаясь теми веществами, которые синтезируют корни растений. Надеюсь, что я ответила хотя бы на часть вопросов, которые интересуют людей, которые постоянно сталкиваются с биологическими препаратами и хотят их использовать для того, чтобы экологическая ситуация на их участках только улучшалась. Большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова